Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов у микрофона редактор Сарглана Антонова. Сегодня, 15 октября, в 44 странах мира проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. В структуре онкологических заболеваний женщины он занимает первое место, причем заболеваемость постоянно растет. Так, количество заболевших в России злокачественными новообразованиями за последние 15 лет увеличилось более чем в два раза. Причем женщины, которые живут в крупных городах и индустриальных районах, болеют чаще, чем в сельской местности. По данным Российского онкологического научного центра имени Блохина, ежегодно в России выявляют около 50 тысяч случаев рака груди, и это примерно пятая часть от всех опухолей у женщин. Около половины случаев рака груди диагностируется, к сожалению, на поздних стадиях. И кроме того, болезнь стремительно молодеет. Вот почему мы решили сегодня уделить этой теме особое внимание. Как распознать и не пропустить болезнь? Что делать, если она уже обнаружена? Можно ли восстановить грудь после операции и вернуться к привычному образу жизни? На эти и другие вопросы мы попросим сегодня ответить наших собеседников, гостей студии. Итак, это врач-онколог Республиканского маммологического центра специализации хирургии-онкологии Айталина Еремеевна Соловьева. Здравствуйте. Добрый день. И врач-онколог этого же центра специализации хирургии-онкологии, пластическая хирургия Марина Васильевна Аргунова. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напомним, что наша передача выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а я хотела бы спросить прежде всего, женщины какого возраста наиболее подвержены этому заболеванию? Чаще всего рак молочной железы встречается у женщин старше 50 лет. И большая часть приходится на женщин 60-65 лет. И, к сожалению, за последние годы отмечается тенденция, опять же, что рак молодеет. Чаще мы находим опухоль у женщин и 40 лет, и 30 лет. И эта тенденция, к сожалению, растет за последнее время. Что говорят результаты проведенных обследований? Вот у нас в республике какова вообще статистика по сравнению с Россией? По сравнению с Россией, вот вы уже озвучили цифры по Российской Федерации, ежегодно выявляется около 50 тысяч случаев. За 2019 год было выявлено более 70 тысяч случаев, за прошлый год более 60. Из них по нашей республике в общем на учете состоит около 2,5 тысяч женщин. И ежегодно выявляется 180-200 новых случаев рака молочной железы. Вот я сказала, что больше у нас выявляют женщин с раком в крупных городах, индустриальных центрах, в сельской местности. Это действительно так? Да, чаще всего городские жительницы, они чаще всего, скажем так, подвержены этому заболеванию. Тогда давайте поговорим о причинах данного заболевания. Какие факторы у нас повышают риск заболевания? Кто может входить в группу риска, так называемую? В группу риска факторами служат, конечно же, дисгормональные заболевания молочных желез, заболевания по гинекологии, заболевания эндокринной системы, ожирение, вредные привычки. Является факторами риска. Врачи всегда говорят, главное – это вовремя обратиться. Что означает это понятие? Кажется, что женщина живет, у нее ничего не болеет, все в порядке, а потом вдруг такой страшный диагноз. К сожалению, рак молочной железы в начальных стадиях она никогда себя не проявляет. И он чаще находится именно при профилактических осмотрах, то бишь, когда женщину ничего не беспокоит. И женщина проходит на профилактическую маммографию или же при диспансеризации, и тут выявляется это заболевание. Что означает то, что на ранних стадиях? Когда обнаруживают болезнь на ранних стадиях, именно при первой, второй стадии или при ин-ситу, то, естественно, выживаемость, такое понятие есть, выживаемость, она намного выше, потому что чаще всего на опухоль лучше всего воздействовать, когда она небольших размеров и еще не успела распространиться по организму. Вообще, как часто нужно проводить обследование? Что по этому поводу говорят врачи? Обследоваться нужно ежегодно, уже начиная с 20 лет, даже и при отсутствии жалоб. Рекомендуем с 20 лет ежегодно посещать маммолога, ну и маммолог будет уже назначать обследование, если нужно. А старше 40 лет женщинам нужно обязательно проходить маммографию один раз в два года, а женщинам старше 60 лет ежегодно. Хорошо, но у нас есть еще и такой способ, как самообследование, да? Что вы можете рассказать о нем? Во всем мире, да, рекомендуют. Наверное, более доступный все-таки для наших женщин, особенно проживающих в отдаленных местах. Да, самый простой, как говорится, доступный, дешевый, бесплатный метод, да, это самообследование молочных желез. Онкологи, да, все рекомендуют проводить это для женщин по циклу, да, по циклам дня менструации, да, 6 по 12 день. Что включает из себя самообследование? Это когда женщина сама знает, как выглядит и какова она на ощупь ее грудь, да? В первую очередь необходимо посмотреть, именно визуально оценить молочную железу, посмотреться в зеркало, нет ли нигде втяжении кожи, нет ли втяжении соска, во-вторых, посмотреть именно, нет ли выделений сосков, и дальше уже именно пальпаторно, да, то бишь руками ощупать всю грудь по часовой стрелке, по кругу, сперва лежа и стоя. И обязательно тоже оценивается подмышечные области. И следует это проводить каждый месяц для того, чтобы понимать именно изменения, да, какие происходят в молочной железе. И если же женщина видит, что появилось уплотнение, появились выделения, тем более кровенистые выделения сосков, да, там появился отек или там площадка какая-нибудь, то в этом случае, естественно, надо обратиться к врачу своевременно. Ну, бывают такие факторы, когда у женщин, например, выявлена мастопатия, бывает, что грудь болит. Вот это повод обратиться к врачу, либо можно просто пропить травы, которые назначил гинеколога, этого достаточно. Конечно же, обращаться к доктору. Самостоятельно самолечением заниматься нельзя. Ну, какие у нас современные методы есть диагностики заболеваний в арсенале у врачей? Например, у нас в маммологическом центре существуют все современные методы диагностики рака молочной железы, да, у нас проводится комплексное обследование молочных желез, что включает в себя маммографию, цифровую маммографию, и УЗИ молочных желез, которые проводятся именно одним специалистом, да, что позволяет именно повысить именно диагностическую ценность до 98%. Дальше есть такое обследование, как томосинтез молочных желез. Проводится именно на маммографии, производятся послойные снимки молочной железы. Если у женщины имеются множественные заболевания, если имеется плотный фон, да, именно мастопатийный фон молочной железы, то мы именно на послойных снимках, как вот именно на томографии, видим именно, где расположены эти заболевания, да. И также есть такое исследование, как МРТ молочных желез, оно проводится именно строго по показаниям, также в зависимости от клинических данных, да. И пункционная биопсия, да, при помощи которой мы узнаем именно характер, да, опухоли, из каких клеток она состоит, и что она из себя вообще представляет именно по ее составу. Вообще, что должно насторожить женщину вот после полученных результатов обследования, например, проведенного в больнице? После проведенного результата обследования, естественно, она после всех этих манипуляций, да, она попадает на прием к врачу-маммологу, где врач, непосредственно уже оценивая все данные этих исследований, выбирают дальнейшие методы лечения, да. И если же речь идет о мастопатии, могут выбираться консервативные методы, да, то бишь назначаются таблетки и терапия, и наблюдение обязательно, да, там уже наблюдение в зависимости от заболевания, идет там от 6 месяцев, от 1 года. Если же есть узловые образования, то опять же все зависит от результата биопси, да, какие есть ли там опухолевые клетки, нет ли опухолевых клеток, насколько эти клетки изменены, то вот тут уже выбирается, надо ли делать обязательно операцию или нет. Хорошо, а вообще насколько частыми для нашего региона являются доброкачественные образования, например, дисгормональные заболевания молочных желез? Не только же злокачественные выявляются, да? Да, дисгормональные заболевания достаточно распространены, и это очень частое явление среди городских жительниц. Постоянный хронический стресс, вот он именно приводит к развитию мастопатии. И доброкачественное образование молочной железы, например, фиброаденомы, внутри протоковые папилломы, да, они у нас получают хирургическое лечение в дневном стационаре. У нас есть такой дневной стационар, где мы именно занимаемся операциями по поводу таких заболеваний. Ежегодно такое лечение получают около 200-230 женщин. Ну что же, а если онкология – это всё же приговор? Вот если женщина услышала диагноз, что нужно делать в этом случае и куда обращаться? Я знаю, что у многих женщин такой диагноз, он, наверное, ставит их в состоянии ступора. Они не знают, куда бежать, куда обращаться, что вообще делать. И бывает такое тяжёлое состояние, когда они думают, что жизнь кончена. Ну, этот диагноз уже, если поставили онкологию, её установил доктор. И эта женщина самостоятельно, конечно, не предпринимает никаких действий, а доктор её направляет к онкологу. Лечением рака молочной железы занимаемся в Якутии наш маммологический центр и онкологический диспансер направит или к нам, или в онкологический диспансер, конечно же. Ну, какие исследования она должна пройти на первой стадии? Исследования зависят именно не сколько от стадии, потому что, когда первая женщина к нам обращается, мы не знаем, насколько это всё распространено. Никто заранее не знает, что у неё могут быть мелкие метастазы какие-то. Поэтому всем женщинам существует специальный набор утверждённых исследований, которые она проходит и назначает именно её на приёме врач-онколог-мамолог. Какие именно? УЗИ молочных желёз, маммография, это касаемо молочной железы, обязательно оценка региональных лимфоузлов, это подмышечные лимфоузлы, подключичные узлы, далее идёт снимок грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости малого таза и остеосцинтиграфия костей скелета. Ну, действительно, очень много исследований приходится пройти женщине в этот сложный период, когда она услышала уже такой тяжёлый, можно сказать, приговор для себя. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор, не переключайтесь, оставайтесь с нами. И сегодня мы говорим о таком заболевании, как рак молочных желёз. К сожалению, это заболевание в последние годы, как мы уже говорили, помолодело, и количество болеющих увеличилось. И именно поэтому мы решили уделить освещению этих вопросов именно усиленное внимание. Не переключайтесь, будьте с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о причинах рака молочной железы, об особенностях его диагностики и лечения, а также о том, как восстановиться после операции и вернуться к привычному образу жизни. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Я напомню, что сегодня у нас в студии находятся врачи-онкологи Республиканского маммологического центра. Поэтому, если вы хотите проконсультироваться, что-то узнать, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Мы продолжаем наш разговор. Действительно, термин онкология уже повергает людей в шоковое состояние. Как не растеряться в этой ситуации? Человек нередко теряет драгоценное время. Вот здесь, наверное, психологические моменты особенно важны. Когда впервые ставится вопрос, даже не сам диагноз, а скорее вопрос и подозрение, есть ли у женщины вообще то, что это образование может быть злокачественным, в этот момент, конечно, это повергает женщину в шок. И в нашем центре всю такую вот именно поддержку, работу проводят именно специалисты, которые проводят амбулаторные приемы, врачи-онкологи. Идет сперва, конечно, этап диагностики. Этап диагностики он занимает определенное время. И, естественно, вот такой вот большой перечень обследований, он не может быть осуществлен за короткий какой-то совсем период. В нашей Российской Федерации существует определенный регламент, за время которого следует обследовать всех людей с подозрением на онкологические заболевания. Это срок 14 дней. То бишь за 14 дней должны разобраться именно, злокачественная это опухоль или нет. После того, как мы получили диагноз, а диагноз мы получаем именно в тот момент, когда уже готово гистологическое исследование. Это очень сложный метод морфологической диагностики, если простым языком сказать, когда мы уже точно знаем, из каких клеток состоит эта опухоль, вот тогда только мы ставим этот диагноз. А до этого, когда мы только предполагаем или по УЗИ, или по маммографии, или по каким-то другим методам исследования, то идут только пока предположения, что это может быть именно злокачественной опухолью. И вот в тот момент, когда мы получили уже результаты гистологического исследования, в этот момент устанавливается именно этот диагноз рак молочной железы. Когда мы устанавливаем этот диагноз, естественно, ставится именно и стадия, и именно такое есть понятие иммуногистохимический тип опухоли, что он означает, что у всех женщин с этим заболеванием он разный, у каждого он индивидуальный, нет одинаковых опухолей. Если собрать 10 женщин с таким заболеванием, то у каждого он будет свой. И в зависимости от этих результатов иммуногистохимического исследования уже назначается лечение индивидуальное, то бежда кому-то обязательно нужно делать таргетную терапию, кому-то нужно делать и гормональную терапию, а кому-то все терапии не подходят. Поэтому это всё сугубо индивидуально. И с того момента, как мы получили этот ответ, после того, как мы поставили этот диагноз, тоже существует срок 2 недели, 14 дней, в течение которого должно быть лечение. То бишь, или женщина уже дальше продолжает лечение хирургическое, или химиотерапия начинается, или что-нибудь ещё. То бишь, это всё именно решается после того, как мы поставили диагноз. И это решается чаще всего именно в составе консилиума, то бишь, нескольких врачей-онкологов. Хорошо. Как на сегодня у нас лечится рак молочной железы? И, например, отличается ли оно своими методами вот здесь, у нас в России, например, и за границей? Лечение включает хирургическое лечение, химиотерапию, лучевую терапию, гормональную, таргетную. Ну, в зависимости, как предыдущая, Ателина Ремеевна сказала, в зависимости от вида в опухоли. Проходит такое лечение. Хирургия у нас, хирургическое лечение различается, бывают виды полной мастектомии или частичных. Не во всех случаях проходит, вводится полное удаление молочной железы. Бывает и реконструктивные операции, которые могут в последующем восстановить грудь с помощью имплантов. Хорошо. А вообще, если вот почитать, например, форумы, да, я, когда готовилась к передаче, заглянула на форум ЕКТРУ, что заболевшие, например, да, пишут об этом заболевании. Ну, действительно, у людей бывает паника. Они говорят, что они теряют время, да, когда проводят, например, исследования, когда они ждут результатов. У них вот на панической основе начинается, они кидаются, начинают спрашивать фамилии хирургов, куда обратиться. Потом кто-то говорил о том, что лучше оперироваться не здесь, например, да, а в другой стране, что там за рубежом лечение лучше. Вы можете развеять эти мифы? Касательно лечения, да, вообще всех онкологических заболеваний, существует такое понятие, как рекомендации, клинические рекомендации, да, и российские клинические рекомендации, и во всём мире, да, например, рекомендации онкологов, они единые, да, то бишь в какой-то другой стране вам другой вид лечения, да, например, при, там, скажем так, третьей стадии рака молочной железы, они не предложат, да, они едины по всему миру, то бишь у нас есть конкретно, например, если у женщины вот такая стадия, вот такой тип опухоль, то применяется вот такое, вот такое лечение в такой именно последовательности. Что-то там, какие-то совершенно разные, скажем так, там, то, что в Германии или там, может быть, в Южной Корее, да, предложат вам совершенно иной, например, лучевую терапию, которую у нас тоже проводят, такого не будет, да, то бишь везде одни и те же принципы. Касательно именно хирургического лечения, о том, чтобы именно оперироваться, да, в другой стране или в другом месте или в другом регионе. Ну, у нас в городе мы проводим, да, такие операции, вот Марина Васильевна озвучила, и органосохраняющие, да, то бишь удаление только части молочной железы, и реконструктивно-восстановительные операции, эти все операции у нас проводятся. А можно ли вот одновременно делать хирургическую операцию и реконструктивную? В зависимости от стадии, размеров опухоли, конечно, если женщина на ранних стадиях обратится, то возможно проведение одномоментной реконструктивной операции за одну операцию. Ну, а что говорят, вот проведенные такие операции, действительно, эффект положительный, либо вот женщине сперва сделали операцию по удалению, а потом через некоторое время уже по реконструкции, наверное, это очень травматично, и наносит большой удар по здоровью. Ну, это, конечно же, я как говорю, что это отталкивается от стадии заболевания. Поэтому у других... В зависимости от локализации опухоли, от ее размеров, мы уже выбираем, именно какую операцию проводить. Можем ли мы сохранить грудь на первом этапе, и чтобы убрать только часть груди, где именно опухоль, это называется онкопластическая резекция, и она проводится именно с методами пластической хирургии. И, естественно, в этом случае получается эффект то, что мы удалили опухоль, плюс еще эстетический компонент. Молочная железа, она сохраняет свою форму, и становится меньше в размерах, за счет того, что мы убираем именно ткань молочной железы вместе с опухолью. И эти методы были внедрены не так давно, но они уже существуют и применяются по всему миру. Дальше есть такие методы, как одномоментная реконструкция молочной железы, когда мы за одну операцию убираем ткань железы вместе с опухолью, замещаем ее имплантом. Получается, объем железы замещается имплантом. То бишь, женщина даже не видит такое понятие, как мастектомия, она не видит пустую грудную стенку, а после операции у нее сохраняется весь объем. Несколько, конечно, после такой операции эстетические моменты могут быть, скажем так, двоякими, потому что женщина всегда это будет сравнить со своей родной молочной железой. Но некоторые тоже помечают, что моя железа стала лучше, некоторые даже так говорят, и хотят увеличивать или придавать более форму и другую сторону, здоровую сторону молочной железы, то бишь проводить именно симметризирующую операцию. Такие операции мы тоже проводим. То есть, варианты есть реконструкции? Да, варианты реконструкции есть. Даже женщины, те, которые перенесли мастектомию, например, женщина, если оперировалась, скажем так, давно уже там, в 14-15 году, она уже прошла весь этап лечения, да, там вот химиотерапию, лучевую терапию, и на данный момент она хочет восстановить, да, получается, объем молочной железы, то в таком случае у нас тоже есть варианты, да, то бишь варианты с использованием тканевого экспандера. Это такой временный имплант, который именно растягивает, получается, кожу на грудной стенке, и в последующем мы его замещаем на постоянный силиконовый имплант. И также есть операция... Это у женщин, у которых уже полностью ранее... Да, у кого была полностью напрямую долина молочная железа, мы устанавливаем такой имплант, и последствия... И кожа растягивается, Да, постепенно мы раскачиваем его, и получается, и потом мы его заменяем на постоянный силиконовый имплант. Есть операция с использованием собственных тканей организма, то бишь лоскутные методики, когда берется лоскут либо со спины, либо с живота, и перемещается на область молочной железы. И опять же, все эти операции, они индивидуальны, и всё зависит от конституции, от послеоперационных рубцов, да, как это всё выглядит, потому что после лучевой терапии нередко бывает фиброз в области, да, именно лучевой терапии. Поэтому всё это учитывается, да, и именно все эти аспекты, именно реконструктивные аспекты, да, они именно носят себе, именно, скажем так, характер пластической хирургии, считайте. Ну и каким образом в дальнейшем происходит, например, лечение, восстановление у тех, кто уже перенёс операцию? Те, кто перенесли операцию на первом этапе, да, например, в последующем, уже в зависимости от результатов послеоперационного гистологического исследования устанавливается окончательный диагноз, по которому мы уже знаем, как именно выглядит опухоль, какие её точные размеры, и это всё смотрят именно морфологи, наши врачи, патологоанатомы, да, оцениваются все лимфоузлы, которые удалены в ходе операции, и после этого восстанавливается уже окончательный диагноз, на базе этого исследования уже назначается дальнейшее лечение. Женщина может быть направлена на химиотерапию, на лучевую терапию, таргетную терапию, гормонотерапию. Ну вот как раз-таки у нас спрашивают телезрители, радиослушатели, живём в Улусе, как можно попасть в ваш центр, республиканский мамологический центр? В наш центр можно попасть через направление, её выписывает по месту жительства, в поликлинике, и терапевт может выписать, гинеколог, хирург. Женщина может обратиться, попросить, обратиться, что желает попасть к нам и выпишет направление, запишет электронно, заранее, и женщина придёт к нам в назначенную дату, А вот как у вас ведётся приём именно вот в это наше сложное время, время пандемии? Во время пандемии наше отделение свою работу не прекращало, и как и все другие онкологические подразделения по всей Российской Федерации. И мы принимаем пациентов, мы проводим лечение, всё производится по предварительной записи. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о таком заболевании, как рак молочных желез. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о том, как не заболеть раком молочной железы, кто может входить в группу риска, какие методы диагностики на сегодня доступны, какие методы лечения существуют, и как жить после операции. Напомню, сегодня, 15 октября, во всём мире отмечают Всемирный день борьбы с раком молочных желез. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НБК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Я напомню, что сегодня у нас в гостях врачи это онкологи Республиканского мамологического центра по специализации хирургии-онкологии Айталина Еремеевна-Соловьева и по специализации хирургии-онкологии-пластической хирургии Марина Васильевна Аргунова. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Скажите, пожалуйста, вот рак груди действительно это диагноз, который наносит большой удар по самооценке. Вот как жить после операции, особенно если, например, это молодая женщина, какие-то вот вы советы можете дать? Для молодых женщин, вот как мы сейчас недавно сказали, что часто стали у женщин саракалия, например, рак молочной железы, мы проводим именно, стараемся, да, или же рассматривать всегда вариант сохранения молочной железы, потому что это именно самым очень важным моментом. Здесь выступает именно эстетический момент. Женщина, она в 40 лет социально активная, она мать, она строит карьеру, она, как говорится, не должна выпадать из жизни общества. Работает, находится в центре социальной нашей жизни. И в этом случае мы обязательно рассматриваем именно вариант сохранения груди. И тут же мы выбираем, да, в зависимости, опять же, как нам позволяет опухоль, да, от ее размеров и локализации, да, либо же произвести онкопластическую резекцию, да, с сохранением молочной железы и формы ее, или же рассматривать вариант замещения молочной железы имплантом. Вообще, какие возможности есть у женщин вот после, например, всего проведенного лечения, да, после операции, после химиотерапии, лучевой терапии, да, какие возможности есть вообще забеременеть, родить ребенка, через какое время вот вообще вы рекомендуете это сделать? Во всем современном мире у онкологов это острый вопрос, да, именно о беременности. Бывает, когда рак молочной железы обнаруживают даже во время беременности, да, женщина там 30 недель, и тут выявляется рак молочной железы. Бывает, на ранних сроках выявляются. Есть исследования, когда проводят даже и химиотерапию на фоне беременности, такие случаи во всем мире есть, да. Ну, в этом случае, конечно, прежде чем забеременеть, у женщин, у которых установлен такой диагноз, она должна получить весь полный, полный объем ее лечения, да, и химиотерапию, лучевую терапию, гормонотерапию, таргетную терапию. И в последующем она должна наблюдаться, самый острый период это два года. Два года обязательного ежеквартального наблюдения, да, и в этом случае смотрятся, не возникают ли где-то другие, да, метастазы, другие отсевы, не страдает ли вторая сторона молочной железы. В это время она, естественно, женщина принимает лечение. И в этом случае, конечно, подход индивидуальный. Мы не можем запретить женщине полностью, вы все, не рожайте, и это все навсегда, да. В этом случае подходит индивидуально, и все, опять же, зависит от стадии, какая опухоль и каким образом она получила все это лечение, как она перенесла это лечение. Это все сугубо индивидуально. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот о центре, где вы работаете и действительно много ли пациентов проходит через ваш центр? Какая-то статистика, наверное, есть у вас за год, например? Каков прием? Наш центр ведет амбулаторный прием пациентов, да, у нас на амбулаторном приеме обычно принимают четыре врача-онколога, плюс у нас есть врач-хирург дневного стационара, да, наше подразделение, также мы проводим операции на базе хирургического отделения клинического центра. Амбулаторную помощь у нас получают ежедневно, да, мы ее оказываем ежедневно, и опять же, повторяю, что во время пандемии мы не закрывались, наши онкологи продолжали всю работу. По статистике каждый год мы выявляем в среднем около 100 случаев рака молочной железы, из них чаще всего выявляется именно первая, вторая стадия, то бишь, это бывают чаще всего именно скрытные, да, даже опухоли, да, когда опухоль менее, скажем так, одного сантиметра, ее очень трудно обнаружить, да, это нужно иметь хороший арсенал именно и врачей-диагностов, врачей-морфологов, которые могли бы поставить такой диагноз, когда берется, например, пункционный биопси с опухолью 5 мм, да, это очень, как бы, такой щепетильный вопрос, потому что бывает то, что опухоль 5 мм, они одинаковыми бывают, что там кисты, фиброадоному, что иногда рак молочной железы, он может так, таким образом, скажем так, скрываться, да, под этой личиной, и амбулаторную помощь у нас осуществляют, и также вот на базе дневного стационара мы производим операции, именно секторальная резекция молочных желез при доброкачественных образованиях, при фиброадономах, при внутрепротоковых папилломах, или в сложных случаях диагностики именно опухолевых тоже заболеваний молочных желез. Хорошо, мы продолжим. У нас телефонный звонок, пожалуйста, наушники послушаем. Алло, добрый день, говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Алло, мы слушаем вас. Так, к сожалению, у нас телефонный звонок сорвался. Ну что же, мы продолжаем ваш рассказ о центре, да, я знаю, что он был создан в 2012 году при Национальном центре медицины. Да. Хорошо, сколько врачей у вас работают? У нас врачи работают, получается, четыре врача-онколога, один врач-хирург и заведующий отделением. Всего шесть врачей. Хорошо. Часто ли вы выезжаете, например, для консультации в УЛУС и нашей республики? До пандемийного времени мы участвовали в Всероссийском движении, Всероссийское общественное движение «Матери России». И совместно с бригадой медработников, врачей и других специальностей мы выезжали в районы и производили там профилактики. Азиатические осмотры у женщин. Арктические УЛУСы были и Дальние УЛУСы, и Маконские УЛУСы мы выезжали, Сунтарские УЛУСы выезжали. Но, к сожалению, в пандемийное время это пока стоит, опять же, под вопросом. Мы надеемся, что со следующего года мы уже заживем, как и раньше. Ну, хорошо, вот вы говорите, что выезжали в северные районы и так далее. Вот как там все-таки дела обстоят с обследованием у женщин? Насколько часто встречается это заболевание? Скажем так, часто или нет, это такой вот вопрос относительный, потому что все-таки в город, когда к нам приезжают, к нам направляют, то бишь это те женщины, которые где-то уже побывали у врача. Бывают случаи, когда мы находим запущенные случаи, случайные, когда женщина сама уже привыкла к опухолям молочной железы, она на него внимания не обращает, а опухоль растет, выросла уже, скажем так, размером с кулак, и она считает, что это нормально. Такие случаи встречаются. Они редкие, к счастью, они редкие такие случаи. Хорошо. Будут ли проведены Дни открытых дверей, например, в рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной железы? Я знаю, что вот такого рода у вас информационные мероприятия проводились, да, и прием велся специалистов. Да. Наша традиционная акция Дни открытых дверей, она проводилась чаще всего в конце октября ежегодно, и в прошлом году мы ее не смогли провести, опять же, ситуация с коронавирусом. В этом году мы активно обсуждаем этот вопрос, и надеемся, что мы придем к положительному заключению, и информация, наверное, будет подана уже позже, либо на следующей неделе. Можете смотреть на нашу инстаграм-страницу, у нас она существует, название? Мама-центр. 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 Можете подписаться, посмотреть, мы там выкладываем очень много информации. Хорошо. Ну и хотелось бы, конечно, знать о современных тенденциях лечения рака молочной железы, да, вот что у нас сегодня, какие, может быть, новые технологии приходят на вооружение для борьбы с этой болезнью. Новые тенденции лечения в хирургическом, это вот ранее, как мы уже говорили, онкопластические операции, сохранение груди, радикальной резекции, также реконструктивной, то есть использование лоскута в собственной ткани женщины со спины, с шивата, что когда мы удаляем опухоль и возмещаем лоскутом своей, и тогда вот сохраняется грудь женщины, также установка экспандера и импланта. Я знаю, ну вот, что именно борьбе с этим очень коварным заболеванием уделяется большое внимание, у нас проводились научно-практические конференции, да, то есть была возможность поговорить об этом заболевании, встретиться с профессорами, да, вот об этом расскажите, это же тоже часть вашей работы. Да, это часть нашей работы, и сейчас мы смотрим все эти конференции чаще всего именно через интернет, да, через вебинары, ну и посчастливилось выехать в эти дни, буквально недавно, в октябре, в начале октября, Сеченовский университет. И опять же, золотым стандартом, да, сейчас являются, опять же, органосохраняющие методы, да, и опять же, следующее, это есть такие методы, как сохранение лимфоузлов в подмышечной области, наша радикальная операция, они подразумевают за собой, что обязательно убирается подмышечный лимфоколлектор, то бишь, в подмышечной области, там, где расположено очень много лимфоузлов, они полностью убираются вместе с клетчаткой. Сейчас есть такой метод, как биопсия сторожевого лимфоузла, то бишь, убирает самый главный один узел и по его уже срочному анализу смотрит, есть ли там опухолевые клетки или нет. Если там опухолевых клеток нет, то бишь, остальные лимфоузлы не трогают, да, то бишь, это очень положительный момент для того, чтобы в последующем у женщины меньше болит уже и послеоперационной зоны, и нет лимфореи, да, послеоперационных осложнений. Ну и в завершении нашего разговора, конечно, хотелось бы услышать пожелания для наших женщин, для нашей прекрасной половины человечества, тем более, что в эти дни мы как раз-таки отмечаем День Матери. Пожалуйста. Хотелось бы пожелать нашим женщинам заботиться о себе, думать о своем здоровье, обращаться к врачам, к мемологам, даже если ничего не беспокоит, ежегодно, один раз в год, посещать мемолога. Хорошо. Ну что же, мы благодарим вас за очень интересный и познавательный для всех наш разговор. Напомню, что наша передача сегодня была призвана напомнить о таком заболевании, как рак молочных желез. Дорогие друзья, это была программа Якутск сегодня. Ее подготовила и провела редактор Сарглана Антонова. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова